И всем привет, ребят! С вами Мистер Байкос, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы протестируем новое обновленное устройство на Скорпион. Это устройство называется Копьёй, которое стало после вчерашнего обновления супер-супер жестким и интересным. Такое устройство есть у меня на моем первом бездонат аккаунте. Кто-то его уже, конечно, не называет бездонатом, но в любом случае это бездонат аккаунт, на котором устройство Копьёй имеется. И сегодня мы его протестируем. Протестируем в интересной комбинации с Хопером. Посмотрим на работу, на эффективность с Кризисом. Сразу зайдем, посмотрим на то, какие характеристики стали у этого устройства. Так, 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 рой, урановый снаряд, Копьё. Перезарядка залпа стала быстрее, наводка быстрее. Минимальная скорость ракеты, максимальная скорость ракеты увеличивается. Угловая скорость ракеты также увеличивается. Время ускорения ракеты минус 50%. Всего 4 ракеты у нас в залпе. И паузу между ракетами в залпе плюс 30%. По идее, это должна быть супербыстрая прилетка ракет по противнику. То есть, грубо говоря, моментально должен наносить урон. Так ли это на самом деле? Сейчас мы вместе с вами это проверим. И посмотрим, насколько эффективно работает это дело. По сути, вчера я уже ощутил новую механику пушки Скорпион. И могу сказать, что она стала более, более такая. Ух ты, ух ты, ух ты. Подождите, подождите, ух ты. Погоди, погоди, погоди. А вот это вот вкусняшка. Еще какая быстрая перезарядка. Какая быстрая прилетка. Так я вообще просто могу с водками только играть. И добавку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, это как будто рой. Это как будто, знаете, старый рой. Только с моментальным прилетом ракет через всю карту. И с добавочным уроном. Как будто это такая тема. Офигеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же это вкусно. А как же это вкусно. Офигеть. Моментальная прилетка с добавкой сверху. Блин, а мне нравится. А мне очень нравится. Вот такая вот темочка. А пробуем теперь дать как можно больше килов. На этой супер торпеде. Но она как будто теперь не супер сверху, знаете, залетает. Она как будто залетает так. Через бочину в моменте. Да, немножко, немножко не прямое попадание. Но я на одной ддшке стою. Чисто на одной ддшке. Так, а подождите. А если я, например, смещу расстояние на меньшее. Будет ли у меня прилетка так же залетать? Блин, она даже под углом залетает. Давайте попробуем. Вот, например. Не туда. Чуть не туда зацепил типа. То есть у нас вот так вот, например, сработает. Б, она даже так может сработать по ощущениям. То есть ей даже расстояние не надо. Давайте поймаем, кроме типа. На минимальной дистанции. Вот, например. Ну, практически. Практически даже с маленькой дистанции залетает урон. Практически даже с маленькой дистанции. Блин, к сожалению, падаю в минус. Очень круто выглядит. Честно. Очень круто выглядит. Я даже немножко в шоке. От Скорпиона, конечно, сейчас будет намного больше резистов в матчмейкинге использовать. Так как Скорпион в механике своей поменялся и стал интереснее смотреться, да. Но вот эта вот быстрая прилетка 2000 хп с добавкой сверху одной тыки, это выглядит очень жестко. Да, то есть ты можешь постоянно респить плюс танк. Да, если он еще и без резиста, то это просто какая-то космическая темка. Это просто космическая темка. Очень быстрая перезарядка. И это реально то устройство, которое будет по ощущениям пользоваться спросом. Да, выглядит прям очень круто. Мне прям очень нравится. Еще и по 3000 добавки сверху по типам давать. Блин, ну это бомбически. Честно, это очень бомбически. Мне вот больше всего нравится то, что здесь очень быстрая перезарядка. Прям моментально. То есть 4 ракеты. Еще и со сплэшом эти ракеты залетают 4. Блин, ну это очень круто. Единственное, вот то, что через стену и через всю карту не могу здесь зарядить. Это немножечко такая минусовая темка. Но учитывая тот факт, что у меня супербыстрая перезарядка. Это, наверное, компенсируется и в реализации работает все так же эффективно. То есть ты даешь тычку по противнику плюс сводка и это 100% респ. Это 100% респ, если это не тяжелый танк. Блин, ну это жестко. Реально очень вкусно выглядит. И прилетка. Боже, какая же это жесть. 13 киллов с одной позиции, ребяточки. Это новое кемперское устройство, которое будет просто разваливать все, что движется. Я моментально заряжаю торпеду. Даю плюс тыку. И добавляю сразу еще сводейлу. Даю сводейлу, добавляю тыку. Даю сводейлу, добавляю тыку. То есть если противник не закрыт от меня, то это работает максимально эффективно. С сводейла, тыка. По резисту даже, вы понимаете, сколько урона даже по резу я наношу. А рез открывается с водейла. Тыку не успел дать. 14 на 2, боже. Это очень жестко. Это очень сильно. Это реально очень круто выглядит. Я прям поражен. Я прям поражен, ребяточки. Я поражен. Можно даже сказать, что я в шоке от того, как работает это устройство. Давайте попробуем, наверное, сыграть еще одну каточку. Сейчас я быстро открою миссии и посмотрю. А то у меня здесь, может быть, не открывались миссии еще ни разу. Зайдем, откроем, чтобы у меня тут по миссиям тоже выполняла, вошла. Так, недельные тоже мы здесь откроем. Особые тоже откроем. Все. Давайте пикаем быстрый бой. На залет в катку. Бэн. Ну, я в шоке. Честно, я в шоке. Вот это вот новое обновленное копье. Очень сильно бы хотел бы на основной аккаунт. Очень сильно бы хотел бы. С таким копьем реально круто можно реализовывать все. Очень круто. Прям мега круто можно реализовывать. Очень сильно. Так, мне кидает за деф в штурм. Попробуем здесь тоже немножко покидать. Скорее всего, здесь будет тоже быстрая катка. Но нам как бы особо не важно, там, быстрая, не быстрая. Нам важна прилетка. Ух, четыре ракетки в голову и все, и чем на респе. Четыре ракетки в голову и чем на респе. Офигеть, я в шоке. Я просто в шоке. Не, это очень сильно. Это очень сильное устройство. Моментальный прилет ракет. С тем учетом, что эти ракеты могут наносить по... Тысячи урона с кризисной ддшкой. Блин, ну это выглядит максимально, максимально жестко и вкусно. Максимально жестко и вкусно. Тысяча шестьсот еще скрита можно дать. Офигеть. Вон, чел против тоже уже на копье. Блин, ну... Мне сильно нравится вот такое вот устройство. Как я уже сказал, это очень похоже на старый рой. Да. И тот старый рой, вы знаете, как я к нему относился. Вы знаете, какой у меня интерес был к этому устройству. И я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это устройство... Полноценная замена старому рою. Да, полноценная замена старому рою. Это вот прям... Железобетон. Если еще учитывать тот факт, что здесь прилетка ракет намного быстрее, чем у старого роя. Да. А урона ты в целом наносишь ну плюс-минус столько же. То это... Прям мега-мега сильно. И у тебя еще и сводка быстрее. Боже, ты еще и стыки добавку даешь. И еще вот так вот делаешь и добав... Ой-ой-ой-ой-ой, грязюка. Боже. Жесть. Жесть, просто жесть. Просто жесть. Просто жесть. Я наконец-таки нашел суперинтересное устройство для себя по геймплею, по характеристикам для Скорпиона. Которое, ну я бы, наверное, даже на сегодняшний момент времени использовал бы на постоянной основе. Да, это, ну, прям очень крутая темка. Прям очень крутая темочка. Вот такую сводянку. Жалко, что она, конечно, не залетает. Шарелла от противника. С Вадейлу даю. Добавку еще сверху. Гранатка сверху. Монят здесь Магнум. Прилетает Магнум с чем? Магнум с вакуумными снарядами. Ну, очень круто. Очень круто. Прям вот супер эмоции от такого устройства. От увиденного вообще в целом. И вот эти вот четыре ракетки на добавку. Это прям реально круто. Прям реально круто. Я, ну, наверное, удивлен, поражен тем, что вообще оно выглядит вот в таком образе. И если вы мне скажете, что четыре ракеты это мало, с моментальным прилетом ракет и с возможностью добавки тыки сразу, четыре ракеты вполне достаточно для того, чтобы наносить безумно большое количество урона по противнику. Если у противников нету резистов в большом количестве, да, то это стопроцентный респаун. Это стопроцентный респ оппонента. Вот вы видите, он даже под мост не успел спрятаться. Он даже под мост не успевает спрятаться. Ему просто влетает в головешку этот урон. Просто в головешку. Даже здесь снизу, ну ладно, здесь в мост я попал. Ну, очень круто. Мега сильно. Прям мега сильно. Давайте какую-нибудь оудишку нажмем под доставкинца. Попробуем здесь кого-нибудь поймать. Так, по вкусненькому, чисто на контент. Подраздадим немножко грязючки. Здесь, ну, практически на минимально средней дистанции тоже работает это устройство. Практически даже на минимально средней оно работает. Вот давайте попробуем сейчас свадейлу дать. Плюс тыку сверху. Ну, ладно, он на кризисе на ДАшной. Мне такая же темка залетает. Кризис ДАшной, но вот это единственное, что будет спасать. Кризис ДАшной плюс резист. Это единственное, что может спасти против этого устройства. Все остальное, по сути, вообще не будет контрить. И будет только давать плюсы по урону, по домашке, по вкусняшке, по нагибели, по разводели. По всему просто. Вот так вот даем. И до Бабкинса сверху. Добавкинс сверху не залетел, к сожалению. Пытаемся поймать здесь снизу. Даем просто по хопперу. Даже вот чел едет на суперскорости, на врывалову. Ты даешь просто сводянку. И даешь добавку тычки. Да. И все. Просто Шарелла там. Все улетает просто в салатницу. Все улетает в салатницу. Хоппер прокатывает. Бах! Сводка. В голову. Добавка сверху. Он супер лол. Даже учитывая тот факт, что он там с резистом. Он все равно получает колоссально огромнейшее количество урона. Титан открывается под нас. Бах! На тебе. Добавку сверху. Боже. Ну это круто. Это вот реально крутое устройство. Которое наверное одно из немногих за последнее время. Которое будет мне лично давать безумно большое количество позитивных эмоций. До выхода этого видоса я думаю, что я его пока что издать не буду. Потому что не знаю, когда этот видос выйдет. Но как только видос выйдет на просторы танкового ютуба. Я начну на стримах точно играть на этом аккаунте с этим устройством. На основном аккаунте у меня к сожалению этого устройства нет. Очень круто. Все у кого оно имеется. Рекомендую использовать и разваливать противников. Ну главное, чтобы резистов от Скорпиона в катке не было. Пишите, что вы думаете по поводу этого капья. Обязательно поддержите данный видос лайками. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.